доброе утро друзья сегодня 4 февраля как вы понимаете мы проснулись дома от того что у нас строители снимают крышу соседнего сарая ангара и решили покидать ее просто в железные контейнеры принялись просто сейчас это еще тихо потому что уже контейнер полный а когда они в пустую железную бочку его кидали проход стоит на весь район иначе у нас это до 7 утра еще вот так вот а чё париться надо кидать подальше а в предыдущую ночь мы проснулись от того что на стройке напротив этого дома гудело что-то постоянно да и сейчас гудит сейчас гудит просто на фоне этого это не слышно в общем знаете на стройке свои мы высыпаемся гораздо лучше там тишина спокойно тише спокойнее никто мозг не выносит наши приезжают девяти строить хорошо что ждем переезда с нетерпением смотрите какая у них там уже цепочка и что самое интересное что все без страховки кстати наши плотники те кто крышу дел тоже не страховались вообще странные люди вроде как германия да все должно быть прям прям супер по правилам но они почему-то без страховок странно в общем пока у нас выходу от нашей стройки понаблюдаем за другой стойкой ребята очень быстро работают сейчас уже часа два наверно дня но они видите уже делают обрешетку крыши перебивают ее полностью наверное из-за этого снимали черепицу за которые планки старой обрешетки вообще загнили не был такой высокая крыша у этого дома оказывается такой более-менее полноценный второй этаж но это не дом это такой ангар я не знаю них там внутри техника какая-то внизу в углу огромные ворота но это судя по всему когда-то ферма была сейчас осталось что осталось здание возможно приведут это порядок может живой фонд переведут со временем может потому что вот этому человеку который владеет этим зданием ему короче принадлежит еще справа здания но она нежилое почему-то без ремонта без ничего там никто не живет а сзади они во дворе построили еще один домик и сдают его в аренду и там по моему большой дом по моему посуточную а слева не принадлежит случайно обычно это если какая-то фермерская ну фермерские участки кто плюс-минус большая территория где почти все принадлежит кому-то но насколько она уже распродана не распродана по кусочкам на непонятно ну и вот они эти вот такие нам изначально должны были оцинкованные делать а вот это вот ливневки водосточные желоба они прям сразу их ставят ну да они должны перед черепицей сделать водостоки потому что они черепицу в них потом укладывают чтобы сразу попасть в нужное место прикольно интересно сегодня хотят всю крышу сделать сегодня может завтра сегодня дети развиваться на импровизированном озере вместо чаек а там работают ребята вчера они не начали делать черепицу они просто укрыли всю крышу брезентом и вот сегодня уже успели кусок черепицы выложить симпатично очень новая черепица он смотрите за сегодня крышу заканчивают уже я думаю что вторую сторону они не меняли хотя кто узнает я пока не меняли а мы здесь готовимся на стройку собираем еду мы добрались до стройки здесь лежит наша черепица надеюсь что цвет приехал нужный ну вроде бы да там просто был такой вариант который синим отдает прям этот вроде бы нужный и значит скоро будут устанавливать черепицы и нам не только на соседнем домике а еще нам установили стоки желоба каких-то я снова забыла водостоки вот труба наша тоненькая десяточка наверно ну соточка круто наверх полезем уже завтра у водосточный желудочно ты не видел это фальро не фальро не видел водосточную трубу не видел мы желоба там но должны завтра полезем смотреть по светлому сегодня уже 6 февраля пока что еще февраля мы распаковали лестницу сложили уже некоторые элементы между собой вот это прижимная планка для стеклянных перил вот но в целом сами планки нормально они помялись смысле покрытия есть конечно вот такие вот штуки при доставке их покоцали кое-где в общем это скажем так косяк доставщиков потому как сначала была идея в картон паковать они потом говорят не давайте в пупырку так на таможне проще было в картоне таких косячков было бы гораздо гораздо меньше да мы решили что с этим всем делать вот кстати все ступеньки поместились совсем такие узенькие ступеньки и вот это вот сверху тоже прижимная планка для перила стеклянного над пролетом да над пролетом это слово пытался подобрать да в общем мы так подумали погулили и решили что наверное перетянем это все пленкой автомобильной ну там бывают автомобильные бывают мебельные пленки может заказали два образца посмотрим ну вернее два кусочка небольших посмотрим дома попытаемся что-то с этим сделать так что идея такая зачистить это все лак по крайней мере снять помятый и перетянуть автомобильной пленкой а там неважно до какого места она зачищаться будет просто должно быть должна быть ровная гладкая поверхность то есть орбиталкой наверное или чем-нибудь по быстренькому содрать все что лишнее если у вас есть идеи как это подровнять пишите орбиталкой скорее всего ну была еще у нас идея феном нагреть и снять вообще покрытие но это наверно слишком это сильно из заморочена но в принципе снимать краску нам нет смысла надо просто сгладить неровности не заполировать зашлифовать в целом она более-менее глубокие вот это вот это как бы низ площадки да но все равно вот эти вот штуки такие помятости лака они будут неприятные будут видны то есть это все зачешем и обклеим и знаете я так нагуглилась этих пленок автомобильных что теперь хочу нашего пыжа перетянуть муж пока сопротивляется но я его особо привлекать и не собиралась ладно это так фантазии домохозяйки пойдем покажем людям а мы сделали свет я сделал этот решился таки в гараже временные временное какое-то электричество провести купил такую маленькую коробочку она сразу с двумя розетками здесь по автоматику подъяв автоматом на каждую розетку плюс ворота плюс свет свет пока еще я не сделал поэтому он выключен вот притащим два светильника повесим будет еще и свет а ворота у нас теперь нормально с пультика можно открыть можно спокойно с пульта ворота открывать закрывать и можно когда нас здесь нету строителям которые приезжают посреди недели оставите какое-то электричество то есть в одном из этих розеток удлинитель длинный кинуть подгороженными воротами можно его провести и на улицу на улице оставить там возле входной двери под дождем почему надо кому пожалуйста вот можешь развернуться показать политики которые стоят сейчас к ним придем и представляете у нас на этот адрес пришла первая посылка мы поднялись наверх пообедать у нас был открытый гараж приходим уже и лестницу разобрали то что-то навозились уже уходить с гаража там лежит посылка от наших подписчиков так приятно заберем давай посмотрим что там самое интересное у нас еще вроде как и таблички с адресом нету только звоночек повесили с десяточкой написали то но у него что-то никто не звонит как почтальон вообще догадался сюда занести я не знаю может решил что это все посылки мы не будем говорить на всякий случай от кого но мы вам очень признательны мы знаем что вы писали нам в инстаграм много чего спрашивали письмо классно и это кажется тебе ой большое спасибо это прям с вашего города да посмотри вроде да написано любек да круто спасибо большое обожаю шоколад класс что пишет мы не так давно следим за вашим youtube каналом уже не раз общались в комментариях это мы помним достаточно внимательно следить вычислить адрес вашей стройки было довольно таки несложно да это мы тоже в курсе вы внимательны ни в коем случае не хочу использовать эту информацию в корыстных целях а наоборот для пожертвования вам определенного вознаграждения за ваши труды ой посидки спасибо примите от нас от чистого сердца из славного и очень красивого гандийского города любых у нас тут этот марципан производят и он очень вкусный всем нравится круто спасибо большое нам очень приятно это говорит о том что вы очень внимательно смотрели наше видео нам реально приятно спасибо большое пойдем посмотрим черепицу и покажем еще листик текста почитает хорошо спасибо радует что почтальон наш адрес нашел да и так ночью мы вам пытались что-то показать у нас получается раз два три четыре пять шесть семь полез черепицы да или там на восьмой еще что-то нету походу уже черепицу мы здесь не видели металлическую чтобы кто-то сделал по моему все ставят керамическую профнастил я видел на некоторых коммерческих зданий там склады и что-то такое на жилых зданиях я металла черепицу здесь не здесь вот обычная такая классическая я еще где-то видела название цвета ага вот давайте смотреть брат гранит вот цвет гранит у нас где-то тут были отверстия но мы вам знаете мелькало видео где они лежат несколько рядом и там одна из них отдавала синего из таких антрацитовых а вторая была вот получше слушайте ножик в руках вот тут и чикни так вот там есть она такая приятная чуть в теплые уходит серый цвет но на крыше уже покажем и там еще какие-то коробки с чем-то угловые элементы элементы вот эти вот ребрышки вот это обычные а вот крайних четыре штук здесь еще должен должны быть с выводом кабеля для солнечных панелей и должны быть еще для вентиляции точнее как для вентиляции для фоновой трубы а вот наши водосточные желоба в цвете антрацит рал 7016 и сейчас мы поднимемся наверх посмотрим как он это реально круто прилепил прикрепил здесь к нему должна подходить канализационная труба это уже будет делать наш архитектор а что вот кстати черненькая над ней это это что двигается нижняя часть она вдвигается прям в трубу наверно это уже скорее всего пластиковая переход на именно канализационную трубу с красивым набалдашником сверху здорово вот мы уже и наверху дочитали письмо мы очень рады что наши видео вам полезны вот и очень рады что они мотивируют вас на свой проект так что я думаю что у вас также все получится и так наши водосточные желоба ну теперь ты рассказывай что меня улыбнуло что вот здесь ему подкрепешь вот он здесь начинается спускается там вниз и вот здесь аж заворачивается потом держится муж сам водосточный желт ему нужны были пазы вот эти вот пазики и он их тут ходил выпиливал бензопилой и все так ровненько идеальнее как будто под линеечку я не знаю мужик умеет бензопилой пользоваться прям виртуоз наверное да круто в общем так все аккуратненько на одну глубину блин как один в один как будто станком делалось тогда их еще видно было сейчас они уже просто закрыты вот этой вот жестяночкой профи что тут скажешь я думал вообще будет просто типа вот этот крепеж в нем лежит как-то фигня какая-то как обычно в украине это выглядит а тут так прикольно сделано в украине тоже я думаю так делать умеют я пока с таким не сталкивался закрыли еще с этой стороны полностью цвет жестяночка и вот сюда у нас черепица будет сверху но сделали реально здорово прям все все стыки идеальные мы не взяли уровень проверить есть ли тут разуклонка какая то есть веревочки натягивал это у нас что это вот это вот жестянка до покрытая просто цветом ну вот это вот по идее в порошковой покраске что-то мне так кажется могу ошибаться вот примерно так в идеале должна была бы выглядеть наша лестница на нас в плане покраски намудрили с покраской что-то не получилось я хочу чтобы у нас лестница вот так вот была черненькая гладенькая но очень круто когда в пленочку затянем она так и должна получится скорее всего кстати с производителем лестницы я пообщался он говорит покрасчиком едет на следующей неделе будет с ними разбираться что такая чепуха получилось и покажи еще стыки на этом что все просиликоне на все эти все стыки герметиком пройдены он почему я говорил что я в дождь не могу дособирать потому что мне проклеивать надо а с этой стороны вот он герметик видно он здесь выходит ну то есть если туда залазить но настолько аккуратно сделано все то есть заморочились когда делали заклепочки тоже черные здорово аккуратненько туда проклепаны что их не видно было хочу в первых увидеть надо а вторых они еще и черные ну в общем я так рада что мы заказали именно в цвете антрацит они оставили просто оцинкованные потому что выглядело как там вот такие вот там уже видно да а там эти она там есть у нас они будут получается эти вот антрацитовые там тоже кстати брасовская черепица когда у нас харцер фами у них франкфуртишек фамили что-то такое ну просто другая модель то другая модель мой туман такой красивый сегодня надеемся что нам скоро сделают наш нашу крышу у нас привезли значит соберут их держала вот это вот потому что вот это вот под черепицей да и просто постоянно шли дожди и человек не мог приехать то снег лежал то потом дожди зарядили он и так приехал в день когда буквально пару часов только было сухо и потом дождь пошел заделывал уже в дождь и это позавчера позавчера была погода более-менее по ходу вчера позавчера как раз это и сделал и вот так по диагонали на противоположном углу дома у нас еще одна труба и еще одна будет он кстати и не оставил и не сделал а это не он наверно не он или потом надеюсь такую же вот здесь на углу гаража тоже будет еще одна труба круто этот человек который делал водосточные желоба также оставил нам свои визитки прямо на доме мы вообще такое не приветствуем думали поснимать но потом посмотрели что он хорошо сделал думаю ладно пусть висит да и скажите мне здесь на всю фамилию одна гласная буква как это читается да из 8 букв только одногласная это в конце согласных подряд раз два три четыре пять шесть штук первый раз такое видим интересно это польская фамилия или нет кто кто знает пишите так интересно вот ну реально он классно сделал вот они идут здесь поклевчики штукатуры вернее подойдут сегодня 7 февраля воскресенье мы здесь до понедельника обеда в понедельник утром к нам должен по идее электрик приехать вот я тут укладываю пенопласт второй день уже второй слой получается и для труб дождевой воды вернее трубы но которые идут на улицу делаются вот такие канавки а под водопроводные трубы вот все вырезается и сверху уложится разметка теплого пола но муж тут делает нам подключение чего ты там подключение делаешь ну короче я вроде уже где-то рассказывал что 2 2 ребенки теплых полов на одну по одной на этаж две пары ребенок теплых полов вполне себе батарея поэтому почему бы их не подключить вот первый этаж уже готов полностью обвязал котел полностью обвязал котел включая бойлерную часть ну именно на обогрев бойлера воду на бойлер еще не делал уже трасса готова к этому к этой ребенке теплого пола и сейчас делаем на второй этаж на котел мы одели чехол его родной он сбоку на молнии на бойлер на бойлер он вот такой вот да сюда уже вот один терм 48 вольтовый вкрутили это на спрос излишках энергии от солнечной электростанции на будущее ну его надо уже сразу поставить чтобы потом воду не сливать еще таких же 2 вниз предусмотрены но фланец который мне изготовили на заказ немножко с косяками надо его чуть-чуть доделать напильником в общем ребята я говорю сделайте как-нибудь ну так по словам как-то объяснил не мы как-нибудь не делаем мы только делаем правильно только по чертежам психанул начертил им чертежи и эскизы в разных разрезах видах скинул сделали как-нибудь спрашивается зачем были чертежи все как обычно ну пойдет работать будет но надо чуть-чуть напильником допилить вот короче чехол на молнии прям застегивается ну а тут ты кучу всего надел потом расскажешь когда все готово будет да сегодня 8 февраля к нам уже утром успел прийти электрик такой приходит ой а че у вас закрыто так вон же звонок а он у нас еще висит на гараже о я не заметил а че такое ну мы тут типа уже переночевать можем о прикольно ну да у нас же стройка уже закрытая все двери стоят окна стоят ворота стоят он уже думал звонить мне надо мы полностью мы полностью закрываемся на ночь а то будет как в один из разов подрядчик зашел себе ходит по дому тыняется что-то смотрит мы его выгнали сказали что это за безобразие никто ж не звал ну вообще так вон дверь вон лесом типа это стройка значит можно наверное ходить как у себя дома вот это уже наш дом это уже не стройка у вас тут красивенько чистенько ну 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 потом уже никто не шарится потому и красивенько чистенько нас все поубирали после окончика всю грязь все протерли попылесосили ну чтобы самим работать было уже приятнее такой творческий беспорядок есть но это творческий ну не грязь по крайней мере по коленам и что сказал электрик зачем приходил расскажи посмотрел такой сразу сходом в шкаф лезть аккуратно под напряжением как так то нету вон сверху есть времяночка ё-моё интересно я такого говорить не встречал но идея классная а чё нет ну да у меня он уже отопление работает свет есть все есть блин удобно нахер вот посмотрел ну все класс надо заявку подавать говорит мне для заявки там пару бумажек надо им скинь по почте я им отправлю заявку мы его для этого и вызвали ну да ну чтоб он проверил все ли готово для подключения вдруг я что то забыл ну такого плана я вам показываю я вам показываю я вот здесь вот как надо прокинул там Ethernet кабель между этими двумя сделал питание я говорю да это все хорошо это на будущее хоть более через 50 они это запустили что это ну вот помнишь я рассказывал что здесь дополнительные приборчики для передачи данных со счетчиками такие приколы поэтому они сразу это у них задел на непонятно когда они просто счетчик приносят и ставят оказывается ничего тут этих дополнительных приборов нету слушай а у нас дома счетчики водоснабжения по моему передачи данных не совсем они радио то есть они просто приходят в дом и они могут считать их не заходя в квартиры а тут такого не будет не знаю или будет ну вот водомеры у нас да счетчики воды и счетчики отопления их специально поменяли вне очереди скажем так их должны иметь раз в 5 лет они их по моему за наше пребывание в той квартире сколько мы там были два или три раза меняли а мы там три года всего же но последнее они меняли именно потому что они радио поставили так вот посмотрел говорит ну все класс все пойдет я вот так немножко про шкафчик рассказал он говорит ну прикольно классно говорит где говорю ну как где во первых под напряжением во вторых говорю мне вот это еще пока надо он говорит чтоб его так сделать чтоб подключить этот кабель сразу и у тебя электричество было думал думал говорит ладно фиг с ним я ему говорю давай это подадим заявку они нам встречу назначат вот и тогда уже под эту встречу приедешь еще раз и отключим временный подключим постоянный ну окей хорошая идея так в общем и решили он показал ему кабель который у меня для этих дел есть он говорит да отлично все пойдет всего хватает просто по деду говорит еще раз подключу он тут все равно рядом обитает ему долго ехать не надо здорово вот обычно электрик незнакомые не друзья ничего просто вот на соседней стройке нашел пообщался тогда пожалуйста ну как то так ну и собственно вот эти штуки у нас уже как батареи работают у нас уже есть две батареи одна здесь одна на втором этаже вот так что основную часть системы отопления мы запустили полностью ну рассказывай ну обвязка котлов полностью готова маленький котел вам 50 градусов показываю держит стабильно вот детальнее про них я уже потом порассказываю в обзоре котельной ну а так да работают греют нам вот эти вот гребенки они как батареи греют нам чуть-чуть домик вчера вечером запустили вернее можно сказать уже ночью устранили все протечки вот все проверили подтянуть надо было теперь они теплые можно греться можно даже накрутить его побольше да на столкничик накрутили можно сказать опрессовку уже пройдено для отопления давление не падает ну я туда 10 очков не нагонял но и в инструкции не написано что надо осталось за ночь давление не упало потоки мы не понаходили нигде так что осталось только подключать к ним контуры теплого пола да да но это уже когда мы закончим с водопроводом полностью уже уложим утеплитель включая его с разметочным тогда можно будет причем эти контура можно один контур кинул можно его сразу запустить сразу эта комната будет уже подогреваться к примеру у нас как раз сегодня снова морозы начались так что тепленько хорошо ну а мы через пару часов уже будем выдвигаться домой так что эти выходные прошли не зря абсолютно куча всего сделали ну и на этом мы с вами прощаемся хорошего вам настроения всем пока и до новых встреч пока 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 пока